МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорите, показывает город-герой". Севастопольское информационное бюро. Первые новости города в студии. Дарья Кзюнова. Здравствуйте. Найти и уничтожить на Черноморском флоте завершились учения по поиску подводной лодки условного противника. Роль врага на себя взяли экипажи субмарин «Великий Новгород» и «Колпино». Экипажи отработали взаимодействие различных типов боевых единиц. Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» при поддержке малых противолодочных кораблей успешно обнаружили условного противника. Ударная группа использовала различные способы для установления гидроакустического контакта и поражения подводной цели. В то время как подлодки отработали выход из-под удара и ответные залпы торпедным оружием. Первый за последние пять лет поезд из Москвы прибыл в столицу Республики Крым. Состав отправился в поте в 23.45 вторник, 24 декабря, с Казанского вокзала. Вокзал отправления специально подготовили к историческому событию. На полу появились специальные указатели к перрону, с которого отправляется поезд в Симферополь. Для этих целей выделили отдельную платформу. Первую. Заблудиться, несмотря на огромные размеры столичного вокзала, невозможно. Поезда, которые идут в столицу Республики Крым, состоят из двухэтажных вагонов. Это все еще новинка для жителей всей России, так как они ходят на небольшом количестве направлений. Новый поезд опробовала и журналисты независимого телевидения Севастополя. Я нахожусь в Москве. На Казанском вокзале уже совсем скоро первый поезд в Симферополь отправится в путь. Очень много пассажиров. У всех прекрасное настроение. И все вместе мы преодолеем путь в 2009 километров за 33 часа. Купе заполняются моментально. Практически все пассажиры едут именно в Крым. Из Симферополя они разъедутся по всем городам полуострова, в том числе и в Севастополь. Так в наш город ехал Барт Александр Пашанов. В его репертуаре есть авторская песня про город-герой. Стоять и Россию защищать. Севастополь, Севастополь, Севастополь. Севастополь, Севастополь, Севастополь. Главным событием для всех пассажиров стало свидание с Крымским мостом. Несмотря на то, что состав проходит под арками глубокой ночью, чуть позже трех часов по полуночи, люди прилинули к окнам в тамбуре и в купе, чтобы увидеть впечатляющие инженерные конструкции. Первый поезд из Москвы в столице Республики Крым встречали с оркестром. Утром 26 декабря после пятилетнего перерыва на вокзал прибыл поезд дальнего следования. Сердце мое разрывается от радости, потому что я мечтал 7 лет, что я верил, что я сюда вновь приеду. И я приехал. Мечта сбылась. Специальный подарок для путешественников и крымчан подготовили силачи. Они сдвинули состав из двух локомотивов, одного электровоза и 12 вагонов. Общий вес получился более 1080 тонн. Спортсмены протащили импровизированный поезд примерно на 10 метров с первой попытки. Это абсолютный рекорд России. Российская ассоциация силачей планирует зафиксировать его как мировой, тогда он попадет в книгу рекордов Гиннеса. Очень много технических нюансов. Непонятно по какой причине сразу не пошел поезд. И естественно очень много сил было на это затрачено, потому что сдвигать, пытаться сдвинуть то, что не двигается, тяжелее, напрягаешься. А потом он пошел. Подробный обзор нового двухэтажного поезда читайте на сайте независимого телевидения Сластополя в материале, каким был первый поезд из Москвы в Крым. С полудня 27 декабря движение по мосту через Суходол на проспекте Гагарина осуществляется по измененной схеме. Машины идут по новой части сооружения. Как сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Севастополя, строители приступают ко второму этапу реконструкции моста. 13 миллиардов рублей – такую сумму в 2019 году севастопольцы отдали в качестве налоговых отчислений. Данные по состоянию на 26 декабря сообщила пресс-служба городского правительства. Сумма 2019 года превысила прошлогодний показатель на 1 миллиард 600 миллионов рублей. Однако ожидается, что итоговая цифра этой доли пополнения бюджета Севастополя увеличится еще на 500 миллионов. Основной прирост поступления обеспечен по таким источникам, как налог на доходы физических лиц на 700 миллионов рублей, налог на имущество организации более чем на 200 миллионов рублей, по акцизам около 350 миллионов рублей, по налогу по упрощенной системе налогообложения свыше 200 миллионов рублей и по налогу на прибыль организации порядка 200 миллионов рублей. На днях в рио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства города распорядился, чтобы обновленные парки и скверы открывались сразу после окончания работ, не дожидаясь проведения каких-либо торжественных церемоний. После этого строители убрали ограждение вокруг парка имени 60-летия СССР, реконструкция которого близка к завершению. Съемочная группа НТС отправилась туда, чтобы оценить результаты капремонта. Этот парк – единственная метод для прогулок в густонаселенном районе вокруг проспекта Генерала Острякова. Здесь собираются пожилые люди и подростки из окрестных школ, мамы с колясками, владельцы собак. Зонирование нового парка продумано так, что никто не помешает друг другу. В парке есть площадки и для занятий спортом, и для детских игр. Предусмотрена даже специальная зона для выгула домашних питомцев. Для тех, кому нужен спокойный отдых, установлено много парковой мебели, в том числе и подвесные скамейки-качели. Вся территория пересекается дорожками разного вида. Одни лучше подходят для пеших прогулок, другие – для велосипедов, самокатов и колясок. Большая часть старых деревьев сохранена. Их привели в порядок и обрезали. Повсюду высажены новые деревца, идут пусконаладочные работы для системы полива. Даже сейчас в прохладную и пасмурную погоду центр притяжения посетителей – это фонтаны, зона отдыха вокруг него. Я живу рядышком здесь, то есть я с детства, в общем-то, выросла в этом парке. Парк вообще очаровательный. Очень хорошо все продумано, сделано, и детские площадки, и лавочек много, и освещение очень хорошее, вечером вообще красота. Очень красивый фонтан. Со временем детвора привыкнут к тому, что у них есть такие игровые фонтаны и водяные салочки. Но пока севастопольские дети настолько не избалованы подобной инфраструктурой, что готовы бегать под водяными струями в декабре. Многих насквозь промокшие ботинки и куртки, но вытащить их с фонтана просто невозможно. Площадки тут прикольные строятся. Не надо куда-то ездить за пределы района, чтобы сходить туда. Все тут есть. То есть, просто мечта, а не парк лентей. Ну, я так думаю, что фонтан теперь это ваш любимый трек. Жители района очень довольны новым парком. Но отмощение плитки через шаг называют спорным дизайнерским решением. Такое сочетание плитки с газонной травой смотрится ярко и красиво, избавляет от ощущения каменного пекла летом. Однако после дождя на покрытии образуется грязное месиво. Возможно, государственное бюджетное учреждение парка и скверы, в ведении которого вскоре перейдет парк, найдет решение для поддержания чистоты в любую погоду. Других недостатков в парке мы, как и местные жители, не нашли. Недостатков пока не вижу. Вот прошлась от начала до конца. Недостатков не вижу никаких. Пока все очень нравится. Ну, поставили новые площадки, фонтаны. Просто все было непонятно. И тебе так все красиво. Ты идешь и как будто, не знаешь, гуляешь там и получаешь удовольствие. Опасения горожан по поводу отсутствия общественных туалетов на территории нового объекта не подтвердились. На выходе из парка установлен санитарный модуль, приспособленный для маломобильных посетителей. Он пока не работает. Его подключат. Контракт на капитальный ремонт сквера имени 60-летия СССР был подписан в апреле этого года. Стоимость работ составила 187,5 миллионов рублей. Эти средства были выделены правительством Москвы. Подрядчиком стало общество с ограниченной ответственностью Building Technologies. Эта же московская компания работала над созданием сквера имени Астана Кисаева, а до этого уже сдала несколько объектов Севастополя, в том числе сквер имени Василия Блюхера. В рамках реализации соглашения с правительством Москвы за год в Севастополе появилось несколько парков, качество работ на которых заметно отличается от того, что мы видели на других объектах реконструкции. В их числе парк Учкуевка, сквер имени Астана Кисаева и сейчас и парк имени 60-летия СССР. Яркие дорожки, добротная парковая мебель, четкое зонирование. В таком парке приятно находиться даже в пасмурный зимний день. Приходите и убедитесь сами, все три общественных пространства в разных районах города уже открыты для посещения. Кирилл Попов, Лариса Петренко, Юрий Риутин, Севинформбюро. Второе рождение. Ровно год назад торгово-развлекательный центр «Муссон» вновь открыл свои двери для севастопольцев. 24 мая 2018 года после трагедии в Кемерово, пожара в торговом центре «Зимняя вишня», Севастопольский суд постановил закрыть все корпуса «Муссона». Решение коснулось и спортивного комплекса. Причиной стали зафиксированы нарушения пожарной безопасности. Но даже после их устранения открывать комплекс власти не торопились. Процесс всячески затягивало правительство Дмитрия Овсянникова. Добиться справедливости удалось после обращения журналистов телеканала НТС лично к президенту Владимиру Путину. В итоге 26 декабря 2018 года торгово-развлекательный центр вновь начал свою работу. О том, как сам «Муссон» отпраздновал годовщину этой победы в нашем следующем сюжете. Ко дню возобновления работы «Муссона» здесь подходят как к настоящему празднику. Музыка, воздушные шары, конкурсы и творческие номера. Все это подготовлено теми, кто работает и занимается на базе торгово-развлекательного и спортивного комплексов. Сегодня мы переживаем второе рождение «Муссона». Слава богу, мы открылись ровно год назад. Сегодня будет очень насыщенная программа. Будет выступление кавер-группы. Мы устроим чемпионат по поеданию бургеров. Первыми на импровизированную сцену выходят спортсменки-чирлидерши. Коллектив «Шэдоу» подготовил выступление под названием «Танец звездочки». Девочки вспоминают, когда было принято решение о закрытии «Муссона», они потеряли хорошую базу для тренировок. Номера приходилось готовить в темных подвалах. Очень сложно было, было мало места. А когда узнали, что все-таки снова открывается для тебя, это как было? Я предала. А, как? Ну, предала от счастья. Следом за ними, но уже на подиум, выходят участницы конкурса красоты «Мисс Муссона». Все кандидатки – работницы торгово-развлекательного центра. К выступлению девушки готовились с особой тщательностью. И речь не только о работе над собственным обликом. Творческий номер – отличная возможность проявить индивидуальность. Целую неделю готовились, творческий конкурс стихотворения и писали сами его. И про что написали вы? Про шапоголиков. Очень актуально, потому что сейчас суматоха во всех магазинах. Так как я по образованию режиссер, поэтому таких явных талантов, как вокал и танцы у меня нет, поэтому я решила брать за душу людей. Я буду читать стихотворение о животных, о том, как люди сейчас безответственно относятся к животным, и так как сейчас эта тема актуальна в связи с законом, который, надеюсь, выйдет в 2020 году о защите животных. Поэтому я надеюсь, что будет очень актуально. Решедшим на праздник севастопольцам такое шоу пришлось по душе. Они делятся воспоминаниями о месяцах, когда крупнейший в городе торгово-развлекательный центр оказался закрыт по решению суда. Труднее всего в это время пришлось генеральному директору Пау-Мусон Владимиру Плотке. Не только сам центр потерял огромные деньги. В трудном экономическом положении оказались владельцы магазинов. Сотни людей боялись лишиться работы. Я верил, что мы все-таки победим, и видел, что несправедливо существует. И, в общем-то, справедливость, мы знаем, что должна всегда восторжествовать. И этот день настал, но, к счастью, он настал до Нового года. Для вас, в первую очередь, этот день – это день торжества справедливости? Ну, я считаю, наверное, день торжества справедливости и доказательств неправоты и наглости, будем говорить, некоторых людей, которые, в общем-то, позволили себе остановить торговый центр, который не имел пожарных МЧСовских замечаний, и его все равно закрыли по надуманным причинам. Огромную поддержку Мусону оказывали и сами севастопольцы. Они собирали подписи под обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить окончательного закрытия торгово-развлекательного центра. Некоторые из гостей праздника второго рождения Мусона унесут домой с собой не только хорошие эмоции, настроение и позитив, но и ценные подарки. Определяют победители специального видеоконкурса жюри. Кирилл Попов, Дмитрий Фомин, Севенфорбюро. На 87-м году ушла из жизни художественный руководитель театра, современник, народная артистка СССР Галина Волчек. По имеющейся информации, причиной смерти стала болезнь легких. Ранее актриса была госпитализирована в Боткинскую больницу. Галина Волчек была одним из основателей студий молодых актеров. Именно эта студия в будущем становится театром «Современник». За свою карьеру Галина Борисовна поставила более 30 спектаклей, среди которых и пьеса «Михаила Рощина «Эшелон». С этим произведением Галина Волчек в 1978 году отправилась в Америку, став первым советским режиссером, которого пригласили поставить спектакль в США. Помимо режиссерской деятельности, Волчек снималась в кино. Она сыграла в таких картинах, как «Берегись автомобиля», «Король Лира», «Осенний марафон», «Уникум». 19 декабря Галине Волчек исполнилось 86 лет. Значительная фигура театрального мира Галина Волчек является полным кавалером Ордена за заслуги перед Отечеством, лауреатом государственной премии СССР и премии президента Российской Федерации. Гражданская панихида пройдет в театре «Современник» 29 декабря в 11.00. Затем Галину Волчек похоронит на Новодевичьем кладбище. 14 камазов грунта поздним вечером 25 декабря были завезены на площадку у озера у горы Гасфорта. Напомним, в 2015 году территория площадью в 267 гектаров практически из-за бесценок была передана в аренду на 9 лет мотоклубу «Ночные волки» губернатором Севастополя Миняйло. Из собственных источников независимому телевидению Севастополя стало известно, что байкеры намерены насыпать у озера площадку для временной стоянки автомобилей. Сотни тонн грунток, арендуемые мотоклубом территории, выводятся со стройплощадки культурного кластера на мысе «Хрустально». Редакция телеканала НТС направила информационные запросы вице-губернатору Севастополя Владимиру Базарову и исполняющему обязанностей директора департамента транспорта Евгению Исакову. Имеется ли проект обустройства автопарковки у Гасфортовского озера, с кем он был согласован, прошел ли экспертизу, пока неизвестно. Утром на место для прояснения ситуации выезжали инспекторы главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя. Как сообщила редакция телеканала НТС, заместитель начальника управления, начальника государственной экологической инспекции Вадим Песляк, сотрудники управления обнаружили на территории, находящейся в аренде у ночных волков, свалы грунта. Сейчас Севприроднадзор запрашивает у мотоклуба информацию о том, какие строительные работы ночные волки собираются проводить у горы Гасфорта. В Главное управление природных ресурсов и экологии Севастополя какие-либо проекты на экспертизу не поступали. За согласованием работ никто не обращался. Городской архив получит деньги на капитальный ремонт. В четверг, 26 декабря, на внеочередном заседании правительства Севастополя утвердили изменения в государственную программу развития государственного управления. Исполняющие обязанности директора департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя Ангела Войтенко отметила, что деньги на капремонт госучреждения получат благодаря перераспределению средств. Основное это перераспределение денежных средств внутри органов исполнительной власти в связи с структурными изменениями, а также перераспределение подведомственных учреждений государственного казино учреждения «Архив». Мы передаем неиспользованные денежные средства в размере 1,4 млн на государственное бюджетное учреждение для более эффективного использования на капитальные ремонты. В будущем году в Севастополе станет больше сельскохозяйственных ярмарок. В постановление правительства города планируют внести изменения, которые упростят организацию торговых мест. Об этом сообщил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников на совместном заседании в Законодательном собрании города. Сельскохозяйственная ярмарка уже знакомый для многих севастопольцев вид торговой площадки. Многие горожане активно участвуют в них как в качестве покупателей, так и в качестве продавцов своей продукции. По словам начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадима Кирпичникова, опыт уже проведенных ярмарок показывает их востребованность. Однако строгие правила организации, закрепленные в постановлении правительства города номер 762, не позволяют существенно расширить сеть торговли. Мы совместно с коллегами муниципалами 18 ярмарочных площадок согласовывали, направляли на согласование. К сожалению, практически по всем были отказы формального рода, отсутствует твердое покрытие и еще прочее. Вот эти все вещи мы из постановления убираем, понимая, что сначала надо организовать и согласовать проведение ярмарочной торговли, а затем уже твердое покрытие делать. По словам Вадима Кирпичникова, изменения, которые упростят организацию ярмарок, будут вынесены на рассмотрение в правительство Севастополя уже в середине января. По мнению чиновника, обновленные требования поспособствуют снижению несанкционированной торговли в городе, так как ярмарки дают уличным продавцам альтернативную возможность реализовать свою продукцию. Благодаря новым правилам увеличить количество ярмарок можно будет и в сельской местности, где часто не хватает торговых площадок. Особое внимание при организации ярмарок будет уделено производителям продукции. Это именно производители, причем хлеб, это колбаса, молоко и так далее, они будут вне конкурсных процедур, вне аукционов, они будут с местом, с индексом Т, места для товаропроизводителей, соответственно, будут предоставляться им. Начиная, скажем так, от сезонных мест, да, это мы говорим о тех, кто производит у нас сельхозпродукцию, там Золотая Балка, Качинский и так далее, и заканчивая постоянными местами, те, кто у нас производит мясную продукцию, мясокомбинаты, хлебные и так далее. На совместном заседании в законодательном собрании Севастополя было предложено разработать способ идентификации товаров местного производства, чтобы покупатели могли определить, где выросли овощи или фрукты, которые они кладут в свою корзину. Получить торговое место по льготному тарифу товара производители могут и на стационарных рынках города. Для этого предпринимателю необходимо предоставить соответствующие документы. Если заходит к нам сельхозпроизводитель, автоматически тариф льготный на него распространяется. То есть, вот зайдут 100 человек, значит 100 мест будет льготного тарифа. Это одинаково для всех. Власти города планируют организацию дополнительных сезонных ярмаров. Одна из них уже в пятницу должна заработать по адресу Героев Бреста 29А. Кроме того, Вадим Кирпичников напомнил, что после новогодних каникул в правительстве Севастополя запланировано утверждение схемы нестационарных торговых объектов и продление уже заключенных договоров по размещению НТО на пять лет. Екатерина Решетникова, Денис Александрович, Семенформбюро. Продолжение темы. Купить свежие продукты по ценам на 25% ниже, чем на рынке севастопольцы могут на предновогодней ярмарке. Как сообщает пресс-служба городского правительства, свои товары представят более сотни фермеров. Ярмарка будет работать всего три дня с 27 по 29 декабря. Купить продукты к праздничному столу можно по адресу улицы Героев Бреста 29А в районе остановки Китай-город. В период новогодних каникул с 31 декабря по 8 января единый контакт в Центр здравоохранения Севастополя будет работать круглосуточно. Об этом сообщили в Медицинском информационно-аналитическом центре. Желающие в любое время суток смогут задать вопросы, которые связаны с медицинским обслуживанием. В их числе запись на прием к врачу, прикрепление к поликлинике, обеспечение льготными лекарствами, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, качество оказания услуг. Телефон единого контакта Центра здравоохранения 8 800 5 800 800. Звонок бесплатный. В Медицинском информационно-аналитическом центре уточнили, абонентам не придется долго ждать ответа. Номер телефона многоканальный, поэтому если один оператор занят, звонок примет другой. График работы в период праздников опубликовали и Медицинские учреждения Севастополя. С подробной информацией можно ознакомиться на нашем сайте. Туберкулез отступает. Заболеваемость в Севастополе за год снизилась на 11%. В 2018 году болезнь выявили у 170 человек. В 2019-м диагноз туберкулез поставили 154 севастопольцам. Такие цифры в эфире телеканала НТС озвучил главный врач севастопольского противотуберкулезного диспансера Андрей Вербицкий. Что касается показателей заболеваемости, основа все-таки стоит в раннем выявлении, то есть в профилактических осмотрах. И если мы посмотрим на охват профилактическими осмотрами за последние, наверное, лет пять, то мы увидим в этом направлении также позитивную тенденцию. Андрей Вербицкий отметил, что некоторые севастопольцы отказываются делать прививки своим детям. К сожалению, люди, которые ведут такую, скажем так, политику и не прививают собственных детей, они забывают о тех эпидемиях инфекционных заболеваний, которые уносили жизнь людей в Средней Европе, в Азии, в Африке. Да и на сегодняшний день смерти от кори в Европе – это далеко не редкость. В Севастопольском противотуберкулезном диспансере ведется капитальный ремонт. Полностью работу завершат в 2022 году. В 2019-м в медицинском учреждении привели в порядок освещение, отремонтировали контрольно-пропускной пункт и кровлю. На сегодняшний день освещение уже установлено, по КПП завершение работ и прием к единым заказчикам. По крыше такая наша болевая точка, спасибо журналистам НТС, которые к нам приезжали. После этого работы ускорились. На сегодняшний день крыша профлистом уже накрыта и проводится уже обшивка по бокам и подрядчик обещал до 30 декабря полностью работы сдать. Подробное интервью с главным врачом севастопольского противотуберкулезного диспансера Андреем Вербицким в программе «Актуальное интервью». К этому часу все за развитием событий. Следите вместе с выпусками Севен Форумбюро. Связаться с редакцией вы можете по телефону городской 59-00-60, а также мобильный плюс 7978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdpstv.com. Ждите новостей. До встречи.